здравствуйте друзья давайте я может быть так вас поприветствую и камеру повернул в ту сторону что солнышко нам подсвечивает и так и так у нас на этой неделе сегодня вечером можно сказать сегодня понедельник сегодня вечером в сенате начинаются дебаты по поводу иммиграции надо сказать что формат этих дебатов крайне необычен а потому что ну как всегда это бывает есть какой-то законопроект вот этот законопроект выносят на обсуждение и дальше люди ну там пытаются какие-то него поправки сделать там и так далее в общем как то так вот идет в рамках задан заданных законопроектом сейчас законопроекта нету то есть есть ну скажем так четыре основных когда-то подданных там начиная с самого этого dream act который когда-то был бог знает когда и там из последних более консервативных менее консервативных и так далее но никакое из них вот эти вот предложения не является обсуждаемым то есть говорят обсуждаем закон которого нет пока ничего не предлагается и давайте ваши предложения будем смотреть какое какие предложения соберут 60 голосов там из 100 имеющихся в сенате вот чего соберет там по 60 голосов вот то и войдет в будущий проект который пока что вот пустой и сказать что они в состоянии хотя бы по какому-то вопросу собрать 60 сложно потому что на республиканской стороне много разных мнений то есть у демократов тоже есть некоторые расхождения ну например есть демократы которые говорят это должен быть просто закон который легализует этих дримеров и все это даку и все не надо нам ничего больше но вот просто вот они есть и давайте их защитим от депортации там и дадим путь гражданству и так далее вот и все не надо больше ничего другие демократы говорят но в конце концов ради того чтобы их защитить можно там сколько-то денег бросить там на этот на строительство этой стены например ничего страшного ну то есть как бы есть есть ради чего пойти там на какое-то соглашение и тогда вот в остальном демократы едины то есть они говорят семейная иммиграция даже если ты назовешь ее там иммиграции по цепочке там chain migration как бы ты не назвал это очень важная вещь чё же так перекрывать они говорят можно отменить лотерею green card ничего страшного тут нет но тогда нам взамен нужен какой-то другой механизм который позволит привозить людей из тех стран которые слабо представлены в сша пусть это не будет лотерея которую мы знаем так как мы ее знаем но пусть еще что-то будет вот или там как минимум вот эти визы будут использованы как-то еще они просто там куда-то выброшены и так далее в хорошем смысле вот желательно на диверсификацию вот ну ну и тогда они говорят ну конечно там можно дать денег на этот забор но дело в том что идея забора не только демократами но и республиканцами особо так не поддерживается вообще вся идея иммиграционные повестки дня она там на 90 процентов нужно белому дому в данном случае президенту трамп нежели скажем конгрессмена потому что вот там пришел он чего-то обещал у него есть какой-то срок ограниченный и он должен за это время что-то сделать сенаторы имеют дело с вопросами иммиграции десятилетиями десятилетиями ничего особо там не делается так вот поэтому не то чтобы у них это какое-то насущное или сильно больно этом в том числе у республиканцев плюс идея стены республиканцами не безумно поддерживается теми которые в сенате так как-то никто там особо не кричит стена это так важно и тогда и белый дом кричит трамп кричит а так и вот получается как и такая такая странная ситуация потому что когда они голосуют за что-то они все таки имеют виду что они ну это должно стать законом чтобы стало законом должен подписать президент ну или должно быть две трети голосов чтобы потом это вето опровергнуть президентская нога ну даже я не знаю ну что это что это зачем принимать такие законы чтобы потом на вето идти ну ну то есть как-то хочется все-таки согласовать но в общем то можно сказать что иммиграционная вот эта вот тематика которая будет обсуждаться сиротская в какой смысле сиротская у нее нет мамы папы близких родственников там и так далее всем начхать по большому счету то есть как бы важность темы и для демократов и для республиканцев такая второстепенная но есть вопрос вот с этими даковцами и что реально будет обсуждаться хотя есть много вопросов да то есть они могут заодно в открытом формате который будет они могут пообсуждать еще и с рабочими визами и с ожесточением ужесточением всяких мер на границе с мексикой когда люди обращаются за политическим убежищем тоже есть предложение на эту тему то есть как бы открытая повестка дня чего хочешь можно обсуждать но в общем то один единственный вопрос который существенен это вопрос что делать с теми вот преимущественно латинос которые пришли сюда в детстве точнее их родители привели они сами пришли и вот так как быть значит и у самих республиканцев тоже на эту тему есть много разных мнений то есть одни говорят не имеет значения в каком возрасте их привели пусть проваливают есть как такие которые говорят что ну надо бы конечно вот но тогда пусть вот нам целую кучу всяких там дополнительных мер это белый дом в основном смысле трамп он хочет навесить на это очень много чего кроме скажем там стены на которую в принципе демократы в общем-то согласны согласны то есть трамп требует 25 миллионов вот пишут что шумер с демократической страны согласен был на 19 миллиардов на 19 миллиардов то есть практически там они яду там по сумме это мелочь там легко договориться на самом деле говорят что там 18 бы хватило но но неважно очень то есть по деньгам на стенку у них особых то и разногласий по скорее всего не было но там трамп хочет туда уже добиться и семейные миграции и лотерею green card и меры по быстрой депортации ну то есть много 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 всего и делая это для существенного большинства демократов просто невозможно поэтому где взять 60 голосов правда да самое интересное что если даже вот в ходе вот того процесса который будет происходить на этой неделе кстати я не сказал не так много времени отведено на дебаты по иммиграции это будет происходить на этой неделе начнут они в понедельник вечером а в пятницу у них уже перерыв вместе с выходными они они расходятся разъезжаются то есть реально у них есть вечер в понедельник вторник среда и четверг это все что у них есть ну то есть если что-нибудь будет наклевываться они могут там и ночью сидеть и могут там какую-то часть времени не поехать никуда но по но по расписанию работы конгресса пятница у них этот самый ресес и они должны значит разъезжаться там по своим делам то есть как бы не запланировано никакой работы то есть есть три с небольшим рабочих дня вот включая понедельник сегодня это будет не полный день но и в общем не так много есть времени значит руководство республиканское в сенате пытается понять что можно выкроить поэтому они не подают никакого законопроекта они говорят ну давайте вот мужики там обсуждаем чтоб потом из этого что-то слепить может быть у них есть что-то в загашнике чтоб потом предложить но они хотят видеть что пройдет что не пройдет очень такой странный формат пишут что чего бы они там не приняли допустим они до чего-то договорились вот пишет что чтобы они там не приняли никаких шансов на то что это пройдет в палате представителей а это необходимо чтобы получился заказа закон который можно на подпись президенту отправить не пройдет ничто потому что палата представителей там гораздо более консервативно настроена самое интересное что там значит уже пол райан который является председателем республиканскую ну председателем палаты представителей от республиканцев он сказал что будет применено правило есть такое у республиканцев именно в палате представителей есть такое правило давно как бы традиция такая можно сказать что если большинство республиканцев в палате представителей не поддерживает какой-то закон то этот закон не выносится на обсуждение на голосование то я просто не проходит вот это же самое было в 2013 году с иммиграционным законодательством которое было принято сенатом и имела достаточное большинство достаточно голосов чтобы пройти совместно демократов и республиканцев но среди республиканцев большинства не было в общем да и он сказал что он применит это правило это значит что никаких шансов на то что примет палаты примет сенат никаких шансов нет в палате представителей на то чтобы это как-то рассматривал единственное что может произойти может быть может произойти это если в сенате примут нечто договорятся до чего-то такого что поддержит президент что само по себе как идея выглядит крайне маловероятно крайне маловероятно но вот если это произойдет то тогда может быть вот как-то большинство республиканцев там как-то в палате представителей склониться к тому чтобы это сделать но в общем там довольно много таких ястребов иммиграционных которые никогда ни за что ни при каких обстоятельствах вообще они говорят что не надо им давать никакого там пути гражданству и что по максимуму если уже мы им разрешаем остаться то то без всяких шансов на грин карту и последующие гражданство да не сейчас были защищены от депортации ну хрен с ними пусть будут защищены от депортации дальше мы не хотим их выгонять но никаких таких у них не должно быть путей искать в будущем на уровне слухов и сплетен пишут что от белого дома была такая идейка чтобы ну еще раз официально официально предложено не было эта идейка чтобы не сокращать легальную иммиграцию количественного допустим сейчас есть миллион сто тысяч человек в год да не сокращать количественно но что сделать принять вот эти меры ограничительные по семейные миграции по грин карт лотереи там и так далее и вот вот эти там полмиллиона иммиграционных виз которые освобождаются если принять все эти ограничения вот эти полмиллиона пустить на рассасывание очереди из 4 миллионов человек которые уже существуют 4 миллиона человек которые ждут грин карты по воссоединению семьей соответственно это там да братья сестры и там взрослые дети к родителям и так далее вот на эту категорию и тогда там лет но буквы там они говорят за 13 лет за 12-13 лет эта очередь рассосется и тогда уже если не будет нового законодательства вступит в реальную силу вот эти ограничения легальные миграции там и так далее вот есть такой вариант тоже но но еще раз он официально не озвучивался это пишет что вот там как бы люди которые там внутри как-то так вот говорят что есть так есть такое значит обсуждение там от белого дома и среди сенаторов тоже сегодня будет внесен еще один законопроект когда начнется обсуждение там есть несколько сенаторов республиканцев достаточно близкий к тому что предлагает президент законопроект но с вариантами тоже вот там значит они по-моему вот эти вот визы которые освобождаются хотят пустить на рассасывание очереди там и так далее но мы посмотрим вот может быть как раз этот законопроект и будет отражать ту концепцию о которой вот я только что вам рассказал таким образом через неделю через неделю мы узнаем меньше чем через неделю мы узнаем договорились они хоть до чего-нибудь вообще потому что может оказаться что ни для чего не договорятся если не договорятся значит что у нас будет с одной стороны у нас будет ну вот эти даковцы будут терять защиту от депортации и примерно это будет такими темпами идти как около тысячи человек в день начиная с 5 марта около тысячи человек в день будут терять защиту от депортации уже на сегодня их тысяч двадцать уже потеряли защиту от депортации где-то 22000 будет по состоянию на 5 марта вот но опять то есть не исключено что травм номер продлит этот срок там как бы давая больше времени на принятие решения но он с одной стороны срок может продлить но с другой стороны не дает им приять никакого решения то есть навешивая такой таки такой паровоз на это на все который демократы не могут принять как бы в общем такая вот история то есть получается что они обсуждать они будут и даже если они для чего-то договорятся в сенате это абсолютно ничего не значит в палате представитель то есть скорее всего это даже не не будет рассматриваться никак и в общем то вот вот и все вот и все так что с точки зрения green card лотереи и воссоединение си семей то есть воссоединение с родственниками я думаю что это именно то что интересует нашего зрителя больше всего значит если они ни для чего не договорятся это как бы было бы совершенно идеальным вариантом для сохранения для сохранения лотереи это было бы драматическим очень вариантом для даковцев но среди нас вот как бы так напрямую заинтересованных нет а лотерея сегодня ведь как она увязана привязана к этому пакету поэтому мы так смотрим на то что происходит с даковцами потому что ну вот 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 лотерея там в общем очень очень интересно я не думаю что мы там завтра или послезавтра или или даже в четверг пятницу увидим какую-то определенность такое ощущение что неопределенность как бы даже нарастает больше того я уже в заключение тут к работе под подъезжаем в заключение могу сказать что внимание белого дома сегодня абсолютно в стороне от вопросов иммиграции они сейчас вот во всех средствах массовой информации в заявлениях официальных раскручивают программу по строительству мостов тоннелей там чего там инфраструктуры такой транспортно и так далее и хотят много денег туда значит положить вот и вопросы иммиграционные настолько не обсуждаются и вообще пофигу более того пишут что в соответствии с ну как бы анализируя последние твиты трампа они пишут что его в принципе должно устроить судя по тому что вот он пишет его должна устроить ситуация когда дака это заблокировано и он будет обвинять во всем демократов что это республиканцы хотят их легализовать вот он предлагает им путь гражданству а демократы отказываются и вот на самом деле они никогда и не хотели этой даки а хотел это только он и так далее так далее то есть ему нравится вот эта мулька и в общем она его вполне устроит то есть так такое тоже есть и это в общем то тоже смывает соль сран тех кто переживает за green card лотерею потому что не принятие никакого решения дает как бы шанс лотереи в общем вот такая мутная мутная вода ну что делать ну посмотрим правда нам-то нам-то чего от нас же ничего не зависит мы наблюдаем счастливы друзья до скорых встреч